И мы возвращаемся к событиям на финансовых рынках в студии Ренат Васин. Итак, Ренат, как завершилась прошлая неделя на фондовом рынке? В отличие от пяти американского рынка, у нас все более сдержанно. Индекс Мосбиржи у нас в прошлую пятницу не демонстрировал единой динамики. Акционеры «Газпрома» на годовом собрании одобрили выплату дивидендов за 2019 год в размере 15 рублей 24 копейки на одну акцию. После этого сообщение «Газпром» обошел Сбербанк по рыночной капитализации. Акции начали расти и были лучше рынка. Дивидендная доходность остается привлекательной для инвесторов. Также «Газпром» обсуждает с партнерами из Китая увеличение поставок газа по газопроводу «Сила Сибири» на 6 млрд кубометров до 44 млрд кубометров в год. Стороны рассматривают возможность строительства газопровода «Сила Сибири-2» и поставки газа с Дальнего Востока. Азиатское направление, конечно, крайне перспективно для «Газпрома». И в будущем компания рассчитывает поставлять в Китай более 130 млрд кубометров газа в год. Об этом сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер. Ну и то, о чем мы неоднократно говорили, случилась. Максимальная ставка по вкладам топ-10 российских банков впервые с начала расчета показателя в 2009 году упала ниже 5%. До 4,99%. Об этом сообщает Центробанк. Лидерами роста по итогам торгов в России у нас стали «Х5 Ритейл Групп», «Ростелеком», «МВидео». С отдела «Цайдеров» отметились «Русгидро», «ФСКЕС», «Новороссийский морской торговый порт». Ренат, вот вы в самом начале сказали пике на американском рынке. Почему у них все так плохо и что такого хорошего у нас, чего нет у них? Это, надеюсь, то, в чем мы и дальше будем лучше. Это борьба с пандемией, конечно. Фондовый рынок США завершил торги на прошлой неделе падением из-за рекордного числа новых случаев коронавируса в стране. Также, конечно, на падение повлияло решение Федеральной резервной системы ограничить выплаты акционерам. Количество новых случаев заражений на прошлой неделе, в прошлый четверг конкретно, составило не менее 39 818 человек. Это рекорд за всю эпидемию, за все время. Не тогда, а сейчас, когда все открыто. Техас, например, приостановил отмену ограничений в штате. Цена бумаг скорректировалась у крупнейших банков, а также авиакомпаний и круизных компаний. Для инвесторов это что красная тряпка для быка. Поверьте, сейчас мало продавцов, сейчас гораздо больше покупателей. Они затаились и ждут. Они ждут момента, чтобы начать скупку. Спасибо большое. Ренат, еще хотелось бы поговорить о ситуации с дивидендами компании «Башнефть». Республика владеет четвертью акций «Башнефть», и ее дивиденды сейчас, я думаю, были бы как нельзя. Кстати, как вы считаете? Я вас удивлю, что я знаком с этой ситуацией. Да, действительно, Башкортостан планировал получить 7,310,000,000 рублей в виде дивидендов за 2019 год. Однако из-за снижения чистой прибыли компания выплатит 4,790,000,000 рублей. Республике нужны деньги. Глава региона просит помощи у крупного бизнеса. Малый бизнес Башкирии мы, как все знаем, в тяжелом состоянии в связи с распространением коронавируса. У «Башнефть» есть возможность заполнить дыру в бюджете путем увеличения пей-аута до 50%, и тогда она выполнит план по дивидендам в бюджет Башкортостана. «Башнефть» – это компания с потенциалом роста дивидендов, которая уже в следующем году может отправлять на них 50% чистой прибыли. А ведь в нынешних условиях отправляли только на выплату было только 25% прибыли. Все это, безусловно, приведет к увеличению дивидендной доходности компании и росту стоимости акций. Осенью прошлого года Минфин планировал закрепить в правительственных документах выплату не менее 50% чистой прибыли дочерними предприятиями госкомпаний. В случае принятия решения «Башнефть» увеличит пей-аут вдвое, что приведет к росту дивидендов на 63%. Это уже существенно. Также известно, что «Башнефть» у нас выкупает акции «Башнефти» с рынка. Что это дает «Башнефти»? Сама ситуация обвала нефтяных акций подсказала «Башнефти» идеальное решение выдавить миноритариев из «Башнефти» и не потерять лицо. Просто выкупать упавшие акции «Башнефти» с рынка. О том, что выкуп акций уже идет, свидетельствует, что с момента обвала акций в «Башнефти» наблюдается повышенный оборот торгов. И более низкая, чем раньше, ликвидность. Все это говорит о том, что количество акций сокращается. Во-вторых, «Башнефть» сама активно выкупает собственные акции. На это уже потрачено 11 миллиардов рублей. А чтобы выкупить все торгуемые акции «Башнефти», нужно в полтора раза меньше. Это 7,1 миллиарда рублей. Что дает эта «Башнефть» и не только ей, но и республике, наверное, так правильнее будет. Потому что решение с выкупом «Башнефти» выгодно обоим крупнейшим владельцам компаний. И «Башнефти», и правительству Башкортостана. После выкупа всех акций с рынка «Башнефть» сможет не возвращать «Башнефть» взятые кредиты в размере 119 миллиардов рублей. А «Башкирия», наконец-то, получит долгожданные и высокие дивиденды, которыми не придется делиться с миноритариями. А как сейчас оценивается «Башнефть»? Фундаментальная стоимость «Башнефти» равна 568 миллиардам рублей. Такая оценка получается в случае учета выданных «Роснефть» кредитов при оценке нефтяного бизнеса в 3 Ебеда 2019. Российская нефтянка у нас сейчас торгуется под 4,5 Ебеда 2019. Фундаментальная оценка «Башнефти» выше текущих 314 миллиардов рублей на 81%. Займы, я считаю, также нужно включать в оценку капитализации компании. Кредит можно рассматривать как ликвидный актив, который рано или поздно все равно станет кэшем. Ну ведь это же верно. В таком случае справедливая оценка капитализации рассчитывается так. У нас стоимость нефтяного бизнеса, минусуем долг, прибавляем кэш и прибавляем дебиторскую задолженность связанным сторонам. Таким образом, возвращение займов способно обеспечить рост капитализации «Башнефти» на 81%. И особенно привлекательно выглядят привилегированные акции, которые на данный момент оценены на 20% дешевле обычных акций, несмотря на тот же уровень дивидендов в принципе. То есть акции сейчас компании недооценены? Я хочу сказать, что у «Башнефти» есть все перспективы еще большего роста. Не стоит забывать, что «Башнефть» наряду с «Татнефтью» – это бенефициары роста объемов переработки нефти. Спрос на топливо в связи с выходом из режима самоизоляции приводит к увеличению объемов переработки нефти. «Башнефть» и «Татнефть» перерабатывают почти 100% добываемой нефти. Таким образом, эти компании получат самую большую выгоду от восстановления спроса на топливо. Это были новости вместе с QBF. До встречи через неделю. Я с вами прощаюсь, дорогие друзья. Оставайтесь на РБК. Всего доброго. Спасибо.